Добрый день. Интересное наблюдение сделали ученые из университета штата Огайо. Материал размещен на портале врачей РФ. Относительно влияния парацетамола, широко распространенного препарата, как для обезболивающего, так и для снятия температуры, на уровень рискованного поведения. Исследование, конечно, относительно небольшое. Соответственно, 189 и 545 человек. Но стандартная доза в 1000 мг, 1 г парацетамола, привела к тому, что те, кто принимал слепой плацебо-контролируемый исследователь, те, кто принимал вот этот самый парацетамол, 1 г, Проявили существенно более высокую склонность к рискованному поведению. Причем это касалось и мужчин, и женщин. Почему так возникает, сказать достаточно сложно. Ну, тут были проведены разные варианты, как и просто наблюдение, так и экспериментальные методики. И там, и там, и в поведенческом аспекте, и в эксперименте была подтверждена достоверная, ну, нельзя сказать эффективность, а тенденция лиц, принимавших парацетамол в дозировке 1 г, И там осуществлять более рискованное поведение по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Высказано было предположение, что, возможно, парацетамол заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций и беспокойства, когда они оценивают свои риски. Ну, надо сказать, что вот это вот предположение, оно, конечно, представляется несколько поверхностным. Почему? Потому что, ну, сказать, что парацетамол обладает прямо таким вот действием, как психостимулятор или как транквилизатор, конечно же, нельзя. Можно предположить, можно предположить, что за счет своего обезболивающего действия он снижает, так скажем, уровень нацецепции. И, соответственно, за счет этого, может быть, ну, так, опосредованно, не напрямую, естественно, снижается страх какого-то, какой-то боли, дискомфорта. Может быть так. Хотя это тоже, в общем-то, очень гипотетическое предположение, я бы не стал это утверждать. Но, тем не менее, если ваша деятельность связана с крайне рискованными действиями, то, соответственно, имейте в виду, что парацетамол, оказывается, может на это влиять и может в самый неподходящий момент сыграть злую шутку. На самом деле, очень интересное наблюдение. Вот об этом я никогда не слышал, нигде подобного не читал. Хотя надо посмотреть более старые материалы, возможно, где-то это все-таки отражено. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале YouTube.com. Всего вам хорошего. До свидания.